здравствуйте дорогие друзья вы на канале mbs electronics недавно я опубликовал ролик про solidworks для самых начинающих для тех людей которые хотели бы создавать модели в программе solidworks с целью последующей печати их на 3d принтере и сегодня в этом видео продолжим тематику мы создадим основу модели используя тело вращения примерно как это делается на токарном станке ну и так же как в прошлом видео мы напечатаем готовую модель на 3d принтере и соберем устройство чтобы это было не просто как-то виртуально а имела какую-то связь с реальным миром и чтобы наша напечатанная модель приносила какую-то реальную пользу сегодня мы с вами попробуем сделать универсальную ручку для вот таких надфилей напильников у которых нет изначально удобной ручки можно будет зажать в эту ручку биту чтобы использовать как отвертку или любой другой похожий инструмент вот такую модель мы с вами сегодня спроектируем в solidworks она похожа на ручку для отвертки прототипом являлась одна из моих отверток которые есть у меня в хозяйстве после того как мы напечатаем эту модель в готовую пластиковую ручку мы вставим или так сказать впрессуем туда вот такую оправку стандартную оправку на которую крепится 3 кулачковый патрон такие оправки применяются для того чтобы устанавливать 3 кулачковый патрон на перфораторы это был самый маленький из дешевых патронов которые я смог купить конечно в продаже были и более мелкие патроны но они стоили в два раза дороже поэтому я остановился вот на таком патроне и здесь же в хозяйственном магазине прикупил вот эту оправку на которую накручивается 3 кулачковый патрон и там внутри еще можно закрепить дополнительно винтом этот патрон вот вы сейчас видите готовую ручку вот так будет туда впрессовываться оправка мы ее нагреем и на горячую насадим эту ручку сделаем мы еще вот так насечки на поверхности этой оправки чтобы она крепче держалась ну а сейчас друзья давайте займемся моделированием в этом видео я предполагаю что вы уже посмотрели первый ролик предыдущий ролик про основные понятия solidworks поэтому здесь я уже не буду останавливаться на базовых понятиях что такое эскиз что такое плоскости основные как вызвать инструмент нанесения размеров и тому подобные вещи которые мы с вами рассмотрели в предыдущем видео давайте создадим новый документ файл новый и выберем деталь если вы создаете модель для печати на 3d принтере вы конечно же всегда должны в первую очередь думать о том как будет печататься ваша деталь и повторю еще раз плоскости печатного стола 3d принтера solidworks соответствует плоскость спереди сейчас я сразу же сохраняю файл чтобы случайно не потерять работу создаю новую папочку и сохраняю туда наш файл в формате solidworks в родном его формате назовем папку универсальная ручка а файл я назову you are все файл сохранили можно работать периодически будем сохраняться нажимая control с на базовой плоскости спереди нажимаем на правую кнопку мыши и нажимаем на иконку глаза чтобы сделать плоскость спереди видимой постоянно эта плоскость нашего печатного стола нам еще понадобится плоскость сверху эта плоскость перпендикулярно плоскости спереди давайте тоже ее временно сделаем видимой вид у нас должен располагаться таким образом чтобы вот эта ось z синяя была бы направлена вверх в этом направлении наш 3d принтер будет формировать деталь давайте создадим новый эскиз в плоскости сверху кликнем на ней правой кнопкой мышки и выберем значок эскиз у нас создался новый эскиз и solidworks без нашего разрешения перевернул вид кверх ногами давайте это исправим нам нужно чтобы ось z у нас была направлена вверх еще раз кликнем на эскиз правой кнопкой мышки выберем перпендикулярно щелкнем и у нас все повернулось так как нам нужно видим что у нас сейчас ось z направлена вверх нам так будет удобнее ориентироваться на вкладке эскиз выберем инструмент осевая линия свойствах инструмента отметим опции по вертикали и бесконечная длина и создадим на эскизе осевую линию так чтобы она проходила через базовую точку чтобы у осевой линии и у базовой точки создалась взаимосвязь совпадения когда мы будем создавать тело вращения эта линия будет осью теперь давайте выберем инструмент прямоугольник щелкаем на нем и вот здесь слева мы видим свойствах разные варианты прямоугольника нам нужен прямоугольник по углам вот этот создаем прямоугольник так чтобы левой стороной он прицепился к осевой линии а нижней стороной он зацепился бы за плоскость спереди этим мы автоматически создали нужные взаимосвязи мы видим эти взаимосвязи виде вот этих маленьких зеленых прямоугольников давайте проставим размеры здесь у нас будет размер 13 миллиметров про инструмент автоматический размер я рассказывал уже а высота прямоугольника у нас будет 100 миллиметров пишем 100 миллиметров наш эскиз стал черного цвета что означает что он полностью определен но мы с вами будем дорабатывать его дальше давайте выберем инструмент линия и на эскизе нарисуем профиль вот такой как я сейчас нарисую пока что не заботясь о размерах и привязках просто рисуем на глаз приблизительно хотя вот нужные привязки совпадения и вертикальность у нас проставились автоматически теперь давайте удалим лишнее выбираем инструмент отсечь объекты вот эти ножнички нажимаем на него здесь нам нужно выбрать отсечь до ближайшего и щелкаем ножницами вот на этой линии видите мы ее удалили с вами теперь давайте жестом мыши нажав на правую кнопочку выберем инструмент автоматический размер и проставим необходимые размеры длина этого участка будет равна 7 миллиметров средняя часть у нас будет 6 миллиметров пишем цифру 6 от этой точки до верхней линии 16 миллиметров пишем в окне 16 миллиметров давайте подкорректируем расположение размеров на чертеже как-то вот так расставим их чтоб не мешали от осевой линии до центральной части у нас 10 миллиметров проставим 10 миллиметров он и так у нас почти 10 написали 10 и последний для этого участка размер будет равен у нас 24 миллиметра после этого мы видим что все линии эскиза снова стали черного цвета это означает что эскиз у нас снова стал определен но это ненадолго мы будем сейчас с вами его мучить дальше здесь в центральной части где углубление нам нужно сделать насечку давайте возьмем инструмент окружность из центра и нарисуем небольшую окружность потом подберем ее размер пусть диаметр будет 1 миллиметр пусть диаметр будет 1 миллиметр по умолчанию он нам предлагает два элемента по оси x в этом направлении нам не нужно создавать копию окружности нам нужно создать вниз поэтому введем здесь единицу чтобы он нам по оси x ничего не создавал а по оси illusion нам сейчас нужно создать несколько копий несколько элементов массива окружности элемент линейный массив служит для того чтобы размножать какой-то элемент эскиза в разных направлениях в данном случае нам нужно просто скопировать окружность несколько раз, чтобы не рисовать ее вручную. Здесь можно задать расстояние между копиями. Давайте подберем такое расстояние, чтобы у нас были вплотную элементы. Поскольку диаметр нашей окружности равен 1 мм, очевидно, что расстояние между окружностями должно быть тоже равно 1 мм, чтобы они были вплотную. А теперь давайте подберем количество копий окружности. Вот 6 штук, там у нас длина 6 мм этой части и получаем то, что нужно. Теперь отсечем все лишнее. Берем инструмент отсечь объекты, выбираем отсечь до ближайшего и убираем вот эти вот элементы, так как я делаю на видео. Получается у нас вот такая фигура, чем-то напоминающая изображение катушки индуктивности на принципиальной схеме. А может кому-то это напомнит морскую волну. Этот эскиз, друзья, у нас готов и мы можем приступить к созданию тела вращения. Идем на вкладочку элементы и выбираем там повернутая бабышка основания. Вот видите, Solidworks достаточно интеллектуальная программа и она сразу определила, что вращать мы будем вокруг нашей осевой линии. И в предпросмотре мы уже видим заготовку нашей детали. И мы можем здесь поиграться с параметрами слева. Например, изменить угол, на который будет производиться вращение. Давайте введем здесь 180 градусов вместо 360 по умолчанию. И видим, что у нас получается только половина деталей. Если ввести 270 градусов, то получим 3 четверти детали. Я думаю, друзья, вам понятно, как работает эта функция. Здесь все очевидно. Нажимаем на волшебную зеленую галочку ОК, тем самым подтверждая то, что мы хотим создать тело. Solidworks создает тело вращения. Это заготовка для нашей ручки. Внизу дерево построения, напротив нашего нового элемента, мы видим треугольник с восклицательным знаком. Это означает, что у нас есть какие-то ошибки. Поскольку трехмерный элемент все-таки создан, то это не критическая ошибка, а просто какое-то предупреждение. Я кликаю на сообщение и в меню выбираю пункт, что неверно. Здесь в окне я вижу, что за ошибка. В данном случае наш эскиз переопределен. Это означает, что наш эскиз содержит противоречивые взаимосвязи или размеры. Давайте исправим. Вернемся к нашему эскизу, нажмем на правую кнопку и выберем редактировать. И возвращаемся к режиму редактирования эскиза. Ошибочная взаимосвязь или размер будут выделены цветом. Увеличиваем эту часть и видим, что размер у нас лишний. Давайте уберем один из размеров. Выделяем один из размеров. Можно этот, можно этот. Выделяем и выбираем удалить или нажимаем кнопку делить на клавиатуре. Все. Так и оставим. Выходим из эскиза. Видим, все нормально у нас. Будем продолжать дальше. Теперь давайте отключим видимости плоскости сверху. Она нам больше не нужна. Пусть будет вот так. Будем видеть только наш печатный стол. Давайте создадим еще один эскиз вот здесь на торце, вот на этой плоскости. Выберем, нажмем эскиз и видим, что у нас создан эскиз 2. И сейчас на этом новом эскизе нам нужно нарисовать окружность, диаметр которой у нас будет больше, чем диаметр нашего вот этого основного цилиндра. Здесь нужно запомнить одну простую вещь. Об эскизе в Solidworks нужно думать как о бесконечной плоскости. Несмотря на то, что мы создали эскиз вот на этой поверхности, ограниченной окружностью, наш эскиз на самом деле границами этой окружности не ограничен. Мы можем рисовать и за пределами этой окружности, потому что плоскость эскиза на самом деле бесконечна. Выберем инструмент окружность из центра и рисуем окружность. Рисуем окружность из исходной точки, но делаем ее диаметр несколько больше, чем диаметр основы нашей ручки. Проставим размер какой-то. Давайте проставим размер вот 33. Давайте теперь еще раз выберем инструмент окружности с центра и вот на самой линии этой окружности создадим еще одну окружность. Вот где-то примерно вот так. Зададим этой окружности новой какой-то размер. Пусть это будет 12 миллиметров. Получаем вот такую конструкцию. Теперь нужно размножить меньшую окружность по кругу. Для этого на вкладке эскиз выбираем инструмент круговой массив эскиза. Он делает то же самое, что и линейный массив, только по кругу. По умолчанию видим 4 копии окружности. Давайте увеличим. Вот кликаем и по одной увеличиваем. 6 будет достаточно. Нажимаем на зеленую галочку. Этим самым подтверждаем, что массив нас устраивает. Теперь нам нужно удалить большую окружность, иначе у нас не получится сделать правильный элемент. Просто выделяем нашу большую окружность, кликаем на нее и выбираем удалить. Все. Вот получилось то, что нам нужно. По-моему похоже чем-то на револьвер. Переключаемся на вкладку элементы и выбираем вытянутый вырез. Разворачиваем и видим, что-то вроде ракеты получилось у нас. Ну я конечно шучу. Давайте вот так вот вытянем. Просто вытягиваем мышкой приблизительно, потому что точная длина вытянутого выреза для нас сейчас не имеет значения. Главное, чтобы она была большей длины нашей детали. Кликаем на зеленую галочку и получаем нужные нам вырезы. Давайте создадим еще один эскиз вот на плоскости этого торца. Правой кнопкой на эскизе выбираем перпендикулярно. Давайте здесь нарисуем еще одну окружность от центральной точки. Размер я поставлю чисто из принципа, просто оставлю его таким какой он есть. Идем в элементы, выбираем вытянутая бобышка основания и вытягиваем здесь небольшое возвышение на 2 миллиметра. Задаю 2 миллиметра. Вот такое небольшое возвышение здесь еще будет. Подтверждаю нажатием на зеленую галочку. Поскольку у меня здесь на кухне компьютер не очень быстрый, то элементы создаются с небольшой задержкой. Пока Solid просчитает всю геометрию. Еще один момент. Эта штука имеет у нас достаточно маленькую площадь основания. Давайте создадим для модели небольшую стойку, на которой она будет стоять на столе 3d принтера. Диаметром большим, чем диаметр основания, а вытянем на небольшую толщину. Пусть будет четыре слоя печати. Это 0,8 миллиметра. Я сейчас на новом созданном эскизе нарисовал окружность большего диаметра. Точный размер здесь нам абсолютно не важен. Ну давайте проставим какой-то размер. Например, 40 миллиметров пусть будет. Там еще будет пропечатываться юбочка вокруг, так что будет нормально стоять. Дальше идем опять в элементы. Выбираем вытянутая бабушка основания и вытягиваем на 0,8 миллиметра. И нажимаем на зеленую галочку ОК. Опять мой компьютер что-то долго считает. И появляется вот такое основание у нас. Впоследствии, когда деталь напечатается, мы это просто удалим. Давайте теперь здесь сверху сделаем отверстие для запрессовки нашей оправки, на которую будет накручиваться патрон. Вот я создал новый эскиз. Это эскиз 5. И на этом эскизе нарисуем еще одну окружность. Берем окружность из центра и из центральной точки рисуем небольшую окружность. Проставляем размер. Здесь уже нам важен точный размер. Задаем девять с половиной миллиметров. Это несколько меньше, чем диаметр оправки. Помним, что вставлять туда мы будем разогретую оправку. Она будет расплавлять окружающий пластик. Дальше идем в элементы. Выбираем инструмент вытянутый вырез. Глубина отверстия должна быть у нас 47 миллиметров. Вот сейчас видим как это будет внутри детали. И нажимаем на зеленую галочку. Вроде бы ничего не произошло, но на самом деле у нас все-таки вырез создался. Видите, вот он. Можно поменять стиль отображения на отображение скрытых линий. И вот сейчас мы видим, что пунктиром показаны все скрытые элементы и видим наш вырез. Модель у нас практически готово. Давайте научимся, как мы можем покрасить нашу деталь в какой-нибудь цвет. Для того, чтобы это сделать, существует тоже несколько путей. Самый простой. Давайте кликнем правой кнопкой мышки на наши детали и выберем вот эту иконку. Здесь можно в дереве выбрать то, что мы хотим покрасить. Мы хотим покрасить всю деталь в данном случае. Теперь вот здесь слева в свойствах можно выбрать любой нужный нам цвет, какой нам больше нравится. Вот давайте какой-нибудь цвет выберем, например, оранжевый вот или еще какой-то цвет. Давайте остановимся вот на таком синем цвете, потому что у меня пластик примерно такого же вот цвета на принтере сейчас стоит. А вот это основание, которое я сделал для устойчивости, я хочу покрасить в другой цвет. Давайте еще раз выберем этот инструмент. Здесь выберем вот этот элемент бобышка и покрасим его в какой-то, например, зеленый. Как вы видите, друзья, назначать цвета для элементов нашей детали очень просто. Давайте сделаем на кромке небольшое скругление. Выберем инструмент скругления и выделим вот эту кромочку отверстия. Проставим размер скругления. Пусть будет для начала 3 миллиметра. Там у меня выделилась грань. Видите, слева она нам не нужна. Эта грань, ее надо удалить из списка элементов. Удалим и кликнем вот на кромочке. Вот видим, сейчас скругление это 3 миллиметра. Это очень много. Я в конце концов сделаю там, наверное, полтора. Полтора миллиметра будет в самый раз скругление. Вот такое небольшое скругление. Все хорошо. Нажимаю на зеленую галочку. Появляется элемент скругления. Давайте еще раз выберем элемент скругления и сделаем небольшие скругления вот на этих кромочках. На каждой кромочке кликаем. Видите, слева в список добавляются эти кромки. Если что-то нечаянно кликнули лишнее, потом из списка можно просто удалить или второй раз кликнуть на этом элементе. Нажимаем на зеленую галочку. Все, видите, получилось вот такое красивое скругление на этих кромках. Кроме всего прочего, Solidworks позволяет нам вычислить, сколько будет весить наша деталь. Это позволит нам узнать, сколько пластика на нее уйдет при печати приблизительно. Конечно же, если печатать с максимальным заполнением. Чтобы это сделать, нам сначала надо задать материал детали. Если здесь в дереве построения кликнуть на материал, то мы попадаем в меню материалы. Здесь можно выбрать предустановленные материалы или нажать на редактирование материала. И тогда попадаем в библиотеку Solidworks, где можно отредактировать материал или выбрать какой-то из имеющихся. Я вот выбрал ABS пластик. Видите, у нас деталь опять стала белая. А белая она стала потому, что ABS пластик, он имеет изначально белый цвет. И теперь, чтобы нам сделать деталь опять синей, нужно снова ее красить. Но вернемся к вычислению массы нашей детали. Давайте, вот здесь есть пункт датчики. Добавить датчик. Вот появляется свойство датчика. И вот здесь самый первый идет по умолчанию. Это массовые характеристики. Ничего здесь менять не надо. И просто нажимаем на зеленую галочку. И добавляем этот датчик массовые характеристики. Датчик у нас добавлен. Теперь вот здесь открываем его. Вот здесь на треугольничек нажимаем и видим массу. Массу нашей детали. В данном случае максимальный вес пластика, который уйдет на нашу деталь, это где-то примерно 42 грамма. Если вы, к примеру, купили килограмм пластика где-то за тысячу рублей, то стоимость печати у вас будет равна примерно 42 рубля. Это, конечно же, прикидочно. И мы, в конце концов, можем печатать с заполнением, например, 15%. Тогда у нас уйдет намного меньше пластика на печать. Решил я, друзья, несколько доработать нашу модель. Поскольку мы собираемся запрессовывать в эту деталь горячую металлическую болванку, я хочу распечатать эту деталь со стопроцентным заполнением пластиком. Но все-таки хотелось бы пластик немного сэкономить. Давайте посмотрим, какие в этой модели у нас есть ресурсы для экономии пластика. Отверстие под металлическую оправку у нас едва ли доходит до середины корпуса. А вся остальная часть ручки у нас монолитная. И вот я подумал, что можно в остальной части вырезать внутри, как бы такой цилиндр, некую цилиндрическую полость. Сделать нашу ручку пустой внутри. На прочность ее это никак не повлияет. А экономия пластика будет ощутимой. Это нижняя часть детали. Давайте здесь создадим еще один эскиз. Вот я создал эскиз. Это будет эскиз 6. Перейдем в перпендикулярный вид и нарисуем здесь на эскизе еще одну окружность. Давайте предварительно изменим стиль отображения на отображение невидимых элементов, чтобы нам ориентироваться. Возьмем инструмент окружности с центра, привяжемся к исходной точке вот здесь и нарисуем окружность. Теперь зададим этой окружности какой-то диаметр. Выберем автоматический размер и установим диаметр 17 миллиметров. Переключаемся на вкладочку элементы и выбираем там инструмент вытянутый вырез. Сейчас нам нужно определиться с глубиной выреза. Между вырезом, предназначенным для оправки, и нашим вот этим дополнительным вырезом должна быть обязательно перегородка. И второй момент, этот наш вырез дополнительный должен начинаться не от исходной плоскости, а несколько выше со смещением, чтобы у нас в задней части нашей ручки не было отверстия сквозного. Этот вырез должен находиться внутри корпуса. Поэтому вот здесь в свойстве от задаем смещение. Задаем смещение 2 миллиметра. Это как раз и будет толщина задней стенки нашей ручки. Вот сейчас хорошо видно, что вырез начинается не от плоскости, а с небольшим смещением на 2 миллиметра. Давайте так это все и оставим. Подтверждаем наши намерения, нажав на зеленую галочку. Таким образом мы создали полость внутри нашей детали, сэкономив какую-то часть пластика. В верхней части графической области есть интересный инструмент разрез, который позволяет просмотреть нашу деталь в разрезе. Вот давайте вот так вот подвигаем эту плоскость разреза и видим, что там творится внутри нашей детали. Давайте развернем вот так нашу плоскость разреза и посмотрим теперь уже вот таким образом, что творится внутри. Видим разрез нашей ручки. Все хорошо, нас все устраивает. Теперь мы можем напечатать эту деталь на 3d принтере, друзья. Как вы уже знаете, для того чтобы это сделать, нужно сохранить нашу деталь в формате стереолитографии или файл с расширением stl. Давайте это сделаем, сохраним как файл stl. И все, друзья, давайте вернемся из виртуального мира в мир реальный и напечатаем нашу деталь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я закреплю оправку в тисках и шлифмашинкой с отрезным кругом сделаю насечки на ней, чтобы после того, как я вплавлю оправку в ручку, она там лучше держалась. Продолжение следует... Продолжение следует... Сделал я на поверхности множество насечек, таких прорезей, сейчас я снова закреплю оправку в тисах, нагрею ее и на горячую оправку насажу нашу напечатанную на 3D принтере ручку. Есть у меня вот такая горелка газовая, и этой горелкой я сейчас вот нагреваю оправочку. Кусочком бракованной недопечатанной детали из EBS пластика я контролирую температуру. Вот деталь достаточно прогрелась, и можно насадить ручку. Идет очень плотно, и это хорошо. Ну вот, в общем-то и все. После того, как оно остынет, я закреплю на оправке трехкулачковый патрон. Дым идет. Ждем пока остынет. Для того, чтобы патрон у нас постоянно не откручивался, его лучше закрепить изнутри вот специальным винтом с левой резьбой. Этот винт продавался вместе с оправкой, но видите, он рассчитан на больший патрон, и пришлось мне его на наждаке вот так обточить. Теперь он входит в этот маленький патрон хорошо. Я закрепляю его там отверткой. Видите, что резьба обратная закручивается против часовой стрелки. Давайте попробуем позажимать разные инструменты. Вот, например, надфиль. Зажимаем биту, и эта штука превращается, например, в отвертку. Или вот такой напильник, он у меня лежит в инструментах без ручки. И вот, друзья, на этом очередной ролик про использование программы SolidWorks для создания моделей для 3D-печати. я закончу. Спасибо вам всем за просмотр, за инвестицию вашего времени. Всего вам самого наилучшего, всех благ, до свидания. Вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых роликов. Если видео вам понравилось, можете поставить палец вверх. До следующей встречи на канале MBS Electronics.